Нужно думать о следующем ударе. Это важно. В кайзе очень важно играть в позиции. В этой позиции у меня есть три разных варианта — как вернуться на середину. Расскажи о своей самой быстрой партии. Приветствую, любители бильярда! Сегодня мы встречаемся с Эспетри Похьева, самым известным игроком из Финляндии. Свой от борта в угол. Чужой на короткий борт. Регистрация по ссылке в описании. Чем ты занимаешься вне бильярда? Я продаю офисное оборудование, такие как копировальные аппараты, принтеры, сканеры, программное обеспечение, решения для управления документооборотом и другие продукты под брендом «Рико» японской компании. Я работаю в этой индустрии уже 27 лет. С 19 лет увлекаюсь бильярдом. Тогда я тренировался после школы, а сейчас после основной работы. Тренировался по кайзе? Да, сначала кайзе, а потом пирамида. Я думаю, что много игроков в Европе, особенно в северной ее части, мечтают стать профессионалами. Это хорошо. Но я всем советую сначала закончить школу и получить образование. Конечно, получить высшее образование. Если вы промахнулись по последнему шару... то вы останетесь голодным. Можете быть кем угодно, но у вас должен быть запасной план. Это похоже на ситуацию в игре. Если я делаю такую защиту и качу шар сюда, он может зайти. Это второй вариант. Первый — это защита. Второй — это вот это. То же самое и в реальной жизни. Получите образование, освоите профессию, станьте профессионалом, а затем занимайтесь чем угодно. Кто-то выбирает профессию в бильярде. Это другая история. Но если вы хотите стать тренером, конечно, когда вы играете, вы знаете что-то. Но чтобы быть хорошим тренером, нужно также обладать соответствующими навыками. Да. Действительно, хороший игрок и отличный тренер — это редкость. Кто-то выбирает бильярд, несмотря на плохие результаты. В мире есть всего несколько таких людей, которые могут сочетать эти качества. Это тоже хорошо, если вы можете обучиться и стать тренером. Вы можете преуспеть как игрок. У вас может быть спонсор, могут быть различные программы для спортсменов в разных странах. Но в Финляндии у нас нет игроков, которые получают зарплату от федерации или правительства. Все сводится к денежным призам, и вам нужно иметь что-то еще, чтобы покрыть свои расходы, когда вы путешествуете. Финансирование — самая сложная часть карьеры игрока. В течение года в Пирамиде проходит много турниров повсюду. Если вы играете в снукер или бильярд, и хотите получить хорошие денежные призы, тогда вам нужно в них участвовать. Здорово думать о том, что вы пойдете на турнир и выиграете его. Для того, чтобы выиграть турнир и получить хорошие деньги, нужно приложить максимум усилий. С самого начала для меня было абсолютно понятно, что мне нужно заниматься чем-то еще, кроме бильярда. Я люблю Пирамиду, я люблю Кайзу и сам бильярд. Но мне нужно иметь что-то еще, чтобы обеспечить свою семью, дом и все расходы. Таким образом, вам нужно иметь ежемесячную зарплату и какие-то бонусы, чтобы обеспечить свое существование и жизнь. Афинская федерация помогает своим спортсменам посещать все чемпионаты? Да, конечно. Да, оплачивает? Да. У нас есть рейтинговая система для каждой дисциплины. Снукер, пул, карамболь, Кайза и пирамида. Лучшие игроки, занимающие первое и второе места в рейтинге, получают поддержку от федерации для участия в турнирах. У нас есть только одна федерация, объединяющая пять различных дисциплин, и нет конкуренции между дисциплинами о том, какая из них выше или ниже. Мы стремимся поддерживать каждую дисциплину, рассматривая их как равноценные. Мы ждем старт работы Европейской Федерации. Может, ты знаешь про это? Нет, я об этом не слышал. Действительно? Да, четыре или пять стран создали Международную Европейскую Федерацию. Европейскую Федерацию? Да, Украина, Грузия, Молдова, Литва, затем некоторые страны из Европейского Союза. Из Европейского Союза? Это замечательно. Первый раз об этом слышу. Да, и есть еще несколько федераций, которые хотят присоединиться. Я понимаю, что это сложная ситуация, и это трудно обсуждать. У меня много хороших друзей в России, Украине, Казахстане и в других местах, и я осведомлен о том, что происходит. Это трудная ситуация также и для бильярдных кругов. Ты приезжал в Украину один или два раза? Это был один раз в 2007 году. Что тебе больше всего понравилось в Украине? Я провел много времени на турнире, а также вне его. Я познакомился с Ярославом Винокуром, и мы стали хорошими друзьями. Мы всегда веселимся вместе в одной компании. В Украине люди очень дружелюбны, как и везде, где я был. Традиция быть дружелюбным очень сильна. Везде, куда мы приходили, нас встречали с радостью, что было очень приятно. У тебя есть забавная история чемпионатов? Можешь их рассказать? У меня есть одна такая. Мы называем ее «Убийца из Талина». Я был на турнире в Эстонии, в Таллине. И в полуфинале возникла ситуация, когда у меня было шесть шаров, а у Дмитрия Мозгового из Эстонии – один. Это была игра по правилам Невской пирамиды. Он создал для меня такую игровую позицию, что я не знал, как сделать безопасный удар. Обычно в кайзе мы пытаемся сыграть дуплет, потому что он дает двойные очки. Но часто на соревнованиях по кайзе биток идет в ту сторону. Все было примерно так. Я подумал, что мне следует сделать, если я попробую вернуть шар назад. Этот шар всегда здесь или где-то в другом месте. А ты выиграл эту партию? Да. Я выиграл 8-7 и прошел в финал. Хорошо, давайте сделаем дублет, как в кайзе. Мне нужно, чтобы шар ушел в лузу вместе с моим битком. Я выиграл в партии со счетом 8-7 и прошел в финал. Это был типичный удар в кайзе, так сказать, два-одним ударом. Оба шара ушли в лузу, и я прошел в финал. Расскажи о своей самой быстрой партии. Вы имеете в виду игру Санищенко? Да. В первый раз меня пригласил Пухленко из Санкт-Петербурга. Он придумал программу для телевидения «Великолепная восьмерка» для Невской пирамиды. В каждой партии был установлен лимит времени в 15 минут на партию. В начале первых трех или четырех партий Санищенко я вел со счетом 6-4 или 6-3. Мне следовало играть более осторожно. Когда появлялась возможность что-то сделать, я спешил. Я спешил, потому что у меня было ограниченное время, мне просто нужно было подождать. И если не удавалось забить все восемь шаров, я пытался выиграть партию без восьмерки, потому что было ограничение по времени. Я был слишком агрессивным, и из-за этого проигрывал многие партии, но потом начал играть лучше. Я отставал на 7-2 или 7-1, и тогда я почувствовал, что пора что-то предпринять. Я сделал большую серию, биток, и один из шаров остался в центре, а остальные разлетелись. Затем я забил один чужой, затем свояк и еще один. Я пытался поставить биток в нужное положение, но это было тяжело, и угол не был хорошим. Потом я забил один свояк, этот шар оказался здесь, я забил его, а биток откатился в центр. Все это заняло 1 минуту и 35 секунд. Я не пытался это сделать. Просто так случилось. Эта партия попала в Книгу рекордов Гиннеса? Не думаю. Это просто случайность. Просто так получилось. Какие у тебя самые любимые удары? Покажи для наших телезрителей. Мои любимые удары — это когда шар падает в лузу. Я предпочитаю более техничные удары, а не слишком сильные. Иногда, когда ты в стрессовой ситуации, трудно сохранить тот стиль игры, которому тренировался. Я замечал, что многие игроки просто сильно бьют по шарам, чтобы не допустить ошибок. Но, например, в кайзе очень важно играть в позиции. Например, в данном случае я должен забить шар и вывести сюда для удобной позиции продолжить игру, поэтому я предпочитаю такие удары. Вот так я предпочитаю играть. Теперь можно забить сюда. В кайзе есть правило, что нельзя дважды бить в центр. Поэтому, когда я медленно перекатываю шар туда, я стараюсь остановить его там. Потому что тогда у меня есть еще одна игровая позиция. Но мы выставляем этот шар обратно на стол? Да, его нужно вернуть на место. Вот так вот играют в кайзе. Нужно думать о следующем ударе. Это важно. Какой твой следующий удар? Да, шар должен быть посередине линии. Теперь у меня есть выбор. В кайзе этот шар должен быть красный, а этот — желтый шар. Положение шаров изменилось, и теперь я могу выбирать. Пойти сложным путем к дальнему углу или сыграть. Ты можешь забить в угол? Да. Забить в угловую лузу, но не дважды в среднюю. Но не дважды в среднюю, да. Хорошо, я попробую. Теперь посмотрим. В этой позиции у меня есть три разных варианта, как вернуться на середину. Я могу сыграть с верхним вращением отсюда, отсюда, или же я могу сильно ударить, чтобы попасть сюда и далее. Так что есть разные варианты, и это зависит от того, как ты настроен и насколько сконцентрирован. Хорошо. Если это контра, если ты нервничаешь, как ты будешь играть? Я просто сыграю на уверенном ударе этот шар. Да, я просто хочу, чтобы шар попал в лузу. Давайте так сделаем. Но моя основная идея — вернуться в позицию снова. А этот шар засчитывается? Нет, за этот шар очков не дадут. Его вернут назад, и соперник продолжит игру. Любой удар, при котором шар попадает в лузу, считаю любимым. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, переходите в нашу школу и оставляйте комментарии под этим видео. До новых встреч! До новых встреч!